За океаном стартовал очередной сезон национальной хоккейной лиги, за которой мы внимательно следим во многом потому, что лучшим воротарем НХЛ последних лет является уроженец Тюмени Андрей Василевский. В новом чемпионате поводов просыпаться очень рано утром, чтобы следить за матчами, может стать намного больше. В основу своих клубов рвутся еще четыре воспитанника тюменского хоккея. Александр Чеглаков разобрался, какие у каждого из них шансы заиграть в сильнейшей лиге мира. На этой неделе стартовал сезон НХЛ. Мы часто говорили о том, что в Тюмени родился один из главных вратарей лиги Андрей Василевский, но на попадание в нее претендуют и другие тюменцы. Летом за океан переехали сразу двое воспитанников нашего хоккея – Кирилл Марченко и Иван Морозов. Помимо них в системе клубов НХЛ играют еще Павел Дорофеев и Григорий Денисенко. Всем им нет еще и 24 лет. Правда, тюменцы начнут сезон в АХЛ, но у каждого из них есть шансы, чтобы пробиться в сильнейшую лигу мира. Тем более, на предсезонке они уже успели отыграть пару матчей за основные клубы. Синерубашечники задрафтовали Кирилла еще в 2018 году под 49-м номером. Прошлый сезон Марченко провел в питерском СКА, не сказать, что здорово – 39 матчей, 20 очков. А в плей-офф и вовсе был сослан в АХЛ, где играл, кстати, против Рубина. Есть мнение, что у хоккеиста случился конфликт с руководством клуба как раз из-за его твердого намерения переехать за океан. Этим летом Кирилл мощно ворвался в систему Коламбуса, шикарно проведя тренировочный лагерь для новичков. Забивал или отдавал он буквально в каждом матче. На предсезонке сыграл 4 встречи и набрал 2 очка. Его шайба стала победной против Баффало. Мог бы начать сезон в основе Коламбуса, если бы не внезапно проснувшийся Егор Ченахов, который наколотил 6 голов, и это стало лучшим показателем в АХЛ. Ченахов по позиции является прямым конкурентом Марченко, поэтому Тюменса спустили в АХЛ. Но это процедура временная. Сезон длинный, и Марченко наверняка все-таки дебютирует в основе Коламбуса. Большую часть карьеры Иван проводил вместе с Марченко. Они одновременно уезжали из Тюмени в систему Югры. Затем их также в паре взял СКА. Теперь они за океаном, но в разных клубах. Прошлый сезон Морозов начинал также в Санкт-Петербурге. Кстати, тоже с командировками в АХЛ. В его случае тоже был слух о конфликте с клубом. Далее Иван был обменен в Сочи. Всего в КХЛ провел 22 матча, в которых разжился 11 очками. На драфте 2018 года Тюменса выбрал Вегас под 61 номером. Но сейчас в основу ему попасть будет сложно. Центральная ось рыцарей состоит из звезд или очень крепких по меркам НХЛ игроков. Вместе с Морозовым в системе Golden Knights сейчас как минимум 9 хоккеистов, умеющих играть в центре. Тем более на предсезонке Иван заметен не был. За два матча очков не набрал. Теперь ему предстоит проявлять себя в АХЛ. Дорофеев – главное русское открытие прошлого сезона АХЛ. Он стал лучшим бомбардиром Фарма Вегаса. За 63 матча набрал 52 балла. Он в принципе стал самым результативным россиянином в лиге. Как минимум эта история должна помочь тюменскому воспитаннику оказаться в НХЛ. В прошлом сезоне он уже дебютировал за Вегас, но за два матча ничем себя не проявил. Этой осени в предсезонных поединках Дорофеев выглядел более зрело. В трех встречах записал на свой счет 2 очка при положительном коэффициенте полезности. Правда, это не помогло ему все же закрепиться в основе, хотя Павел увеличил свои шансы на повышение по ходу регулярки. А Денисенко во Флориде явно ожидали большего, когда в 2018 году драфтовали его под 15-м номером. В Северную Америку он уехал два года назад. Но за это время в НХЛ провел лишь 8 матчей, 7 из которых в сезоне 2020-2021. В основном тюменец играет в АХЛ. В прошлом году единожды выходил на лед в форме пантер. Задача попасть в основу победителя регулярного чемпионата 2022 выглядит нереальной. В ведущих звеньях там огромная конкуренция среди звезд типа Энтони Бюклера или Сэма Беннета. А для четвертого звена Григорию не хватает мощи. На предсезонке он сыграл только два матча, в которых успел отметиться одной голевой передачей. Мы продолжаем следить за нашими в Северной Америке. И будет по-настоящему здорово, если кто-то из них и правда сумеет там закрепиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин